В эфире телекомпания «Город» ежедневный выпуск информационной программы «Время говорить». Здравствуйте! Понедельник день тяжелый, надеемся, что для наших зрителей он прошел удачно. Ну а наши авторы поделятся с вами самыми интересными новостями, которые произошли в нашем городе в минувшие выходные и в начале рабочей недели. Коротко о главном. В Рязани подвели итоги девятого регионального конкурса «Лидер доверия». В Рязанском государственном медуниверситете первокурсников проверили на знания будущей профессии. Раскопки на Соборной, что интересного удалось обнаружить археологам. Теперь обо всем подробнее. В нашем городе прошел девятый по счету региональный конкурс «Лидер доверия-2015». Основным организатором конкурса является Рязанская единая городская ассоциация защиты прав потребителей «Человек». Основной целью его проведения является выявление добросовестных предприятий, привлечение внимания к ним потребителей. Надо отметить, что подобные конкурсы проводятся на всей территории России уже в течение многих лет. Диплом «Лидер доверия» — это, несомненно, общественная награда, которая говорит о высоком доверии граждан. Немалую роль в данном процессе играет соревновательный аспект. Ведь здоровая конкуренция способствует развитию конкурентоспособного бизнеса. Об итогах конкурса узнаете из следующего сюжета. В пятницу состоялось подведение итогов регионального конкурса «Лидер доверия-2015», который проходит уже не первый год. Основным его организатором является Единая городская ассоциация защиты прав потребителей «Человек». Участвуют в этом конкурсе различные предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели, которые производят товары, выполняют различные работы или оказывают услуги потребителям. Рязанский филиал Московской академии экономики и права уже шестой раз стал лидером в сфере образования. В целом, я считаю, что по количеству людей, которые здесь собралось, в этом году в конкурсе приняло участие значительно больше организаций, учреждений, которые стали лидерами. И это радует, поскольку сфера услуг у нас в городе несколько улучшилась по сравнению с предыдущими годами. Конкурс дает возможность пообщаться тем, кто занят в различных сферах услуг в нашем городе и в целом области. Это очень важно – поделиться своим опытом. Второе – он дает возможность тем, кто уже стал лидером, не сдавать позиции и быть на вершине. Третье – те, кто не попал в состав лидеров, те стремятся как-то улучшить свою деятельность, не как-то получается так, что они качественно пытаются улучшить свою деятельность и занять место лидера. Это дорого стоит, согласитесь. Телекомпания «Город» тоже получила диплом «Лидер доверия». Именно потребители определяют лучших и достойных – тех, кто станет лидером. А значит, награды на этом конкурсе заслуженные. И вот снова телекомпания «Город» получает диплом «Лидер доверия». Спасибо за высокую оценку нашей работы. Мы растем, развиваемся и надеемся на дальнейшие успехи. Спасибо всем. Всего в этом году 37 организаций получили дипломы грамоты. За время проведения конкурса «Лидер доверия» состав его участников менялся неоднократно. Кто-то терял доверие потребителей. Лидеров, как известно, много не бывает. В Рязанском государственном медицинском университете прошла олимпиада для студентов первого курса факультета среднего профессионального образования. Студенты продемонстрировали свои знания и умения по выполнению сестринских манипуляций. Стоит отметить, что с поставленными задачами ребята справились на отлично. А на все заданные вопросы дали исчерпывающие ответы. Более подробно в следующем сюжете. Алена Каримова немного волнуется, но движение уверенное. Она уже год обучается по специальности «Сестринское дело» в Рязанском государственном медицинском университете. За это время были изучены профессиональные дисциплины. Пришло время показать их и на практике перед строгим жюри. На самом деле это очень волнительно. Готовились почти целый месяц к этому. Тренировались, повторяли все, что было изучено в течение года. Это, безусловно, конечно, нужно. Мы нарабатываем опыт. Это нам повторение знаний наших, навыков, все-таки умений. Нужно себя хорошо показать. Олимпиады «Первые шаги в профессию» проводятся в Рязгомоу впервые. В этом году значительно расширилась материальная база для подготовки среднего медицинского персонала. Появились тренажеры, позволяющие оттачивать профессиональные навыки. Впереди экзамены, а выступление на Олимпиаде – отличная возможность еще раз проработать изученный материал. По всех дисциплин предусмотрена форма промежуточного контроля. Форма итоговой тестации является по ним квалификационный экзамен, который скоро студенты будут задавать. Олимпиада призвана вовлечь студентов активнее в процесс подготовки к экзамену. Вызывает интересы живой, возможность еще раз попробовать свои знания, еще раз убедиться в том, что они это освоили хорошо. Ну и, конечно, это студенты первого курса. Для них всегда интересно попробовать на практике, всегда интересно вот такие вот замечательные тренажеры, муляжи. То есть на них посмотреть приятно, а уж выполнить какие-то манипуляции тем более. Помимо манипуляций студенты прошли тестовый контроль знаний, показали умение решать ситуационные задачи, с которыми сталкиваются медицинские сестры в своей работе. Такая олимпиада в Рязанском государственном медицинском университете прошла впервые, но планируется, что уже со следующего года она станет традиционным мероприятием. В сквере перед рязанским филиалом Центробанка продолжаются археологические работы. В ходе раскопок на месте строительства нового здания музея Кремля уже были найдены украшения, а также предметы быта, датируемые 12-14 веком. С рязанскими исследователями пообщалась Марина Комиссарова. В середине мая на улице Соборной прямо перед зданием Центробанка выросли металлические заграждения. Именно в этом месте будет расположен Рязанский краеведческий музей. Проект строительства одобрен давно. А вот перед тем, как начать работу на этой территории, которая относится к исторической части города, трудится археологическая группа. Строится здесь будет музейный центр, новые здания музейного центра, современная, с хорошими, скажем, фондохранилищем. По-моему, два этажа будет подземных и еще три этажа вверх. И поэтому здесь вообще это место, оно очень интересно. Это историческая часть города. Здесь, судя по предварительным работам и работам наших предшественников, здесь встречаются находки 13-го, 14-го века и позднее, вплоть до 20-го века. А вот туда дальше, к набережной, в сторону памятника Есенину и церкви Спаса на Иру, там встречается более ранний материал, даже до славянского населения, которое здесь жило. Но здесь такое мы вряд ли найдем, потому что, как правило, такие небольшие древние поселения, они располагались у воды на берегу. На относительно небольшом участке можно видеть два раскопа. Каждый интересен по-своему. Фундамент дома, например, археологи относят к 19 веку и предполагают, здесь жили дворяне. Купцы сразу возводили каменные дома. А вот у дворян не было столько денег, и каменным был только фундамент. Он и сохранился в земле. Деревянная часть разрушилась со временем. И вот сейчас мы с вами стоим на территории, которая, вероятнее всего, входила в состав Острога, города 16-го, 17-го, 18-го веков. А первый раскоп, который южнее, он находился на территории Черного Посада, то есть другая часть города. И эта разница между Черным Посадом и Острогом, она уже чувствуется и в находках, и в том материале, который мы находим, и в культурном слое, который мы здесь исследуем. Читать землю как книгу – это умеют археологи. Слой 13-го, 14-го века равномерно черный. Слой Екатериненского времени – кирпично-рыжего цвета. И слой современный – асфальтово-серый. Определить, где материк – так называют пустую от культурного наследия поверхность почвы, остов, на котором рос дальнейший культурный слой. Увидеть так называемые ямы – именно в них можно найти самые интересные весточки из прошлого. Вот задачи археологов. Для археологов самым ценным является сам культурный слой и те постройки, которые мы здесь находим. Потому что если вы посмотрите на стенки раскопа, видите, он как слоистый пирог. В этом слоистом пироге запечатлена вся история этого участка. От момента того, когда сюда люди пришли впервые в 13-14 веке, вплоть до 20 века. И все это мы пытаемся расшифровать, как криминалисты по следам восстановить то, что здесь происходило. Ценным является, во-первых, и то, что впервые мы копаем на такой большой площади и одновременно исследуем разные части города. И можем сравнить их между собой достаточно, скажем так, при единых условиях исследования. По словам Игоря Стрекалова, самыми удивительными лично для него стали многочисленные находки эпохи 13-14 веков. Это означает, что территория Переславль-Залесского распространялась довольно далеко от побережья реки. К таким находкам, например, относятся массы стеклянных браслетов, которые вошли в моду в 12 веке и служили не только в качестве украшений. С помощью такой бижутерии женщины закрепляли длинные рукава на своей одежде. Это брак, ремесленный брак. А если мы видим здесь ремесленный брак с вами, то это значит, что здесь где-то рядом было производство. То есть бракованные вещи вряд ли носили. Это скорее был мастер здесь, который его выбросил, не получившийся браслет. То есть где-то была рядом мастерская. Материала достаточно. Я надеюсь, что по окончании работ с музеем мы договоримся и устроим хотя бы небольшую такую выставку находок с этих раскопов. Тем более, что музей здесь будет и стоять, это здание музея впоследствии. И все желающие могут увидеть результаты наших работ уже в комплексе, когда мы не только раскопаем, но и продумаем, обдумаем результаты этих раскопок. Так что приглашаем вас потом еще и на выставку. Культурный слой на территории раскопок составляет чуть больше двух метров. Это срез жизни города за последние 700-800 лет. Сроки проведения раскопок крайне сжаты, ведь скоро начнется строительство. Но археологи рассчитывают, что найдут еще немало интересного в этом месте. Кстати, поучаствовать в раскопках может любой желающий. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа подробностей. Гостем нашей студии на этот раз стала Ольга Еремина, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. Ну а мы с вами увидимся уже завтра на том же месте в то же время. Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова